Привет всем! Знакомьтесь, мой новый карантинный кабинет по совместительству ванная. Почему ванная? Потому что у нас в квартире есть всего два помещения, в котором есть нормальные двери. Одно из них ванная, второй из них туалет. Выбирая между ванной и туалетом, я все-таки выбрала ванную. Я думаю, не нужно объяснять почему. А в остальной квартире у нас царит ребенок, который так и не пошел в школу, которому скучно, который уже переделал всю свою тетрадку по математике, потому что математикой больше всего нравится. Я так чувствую, если у нас как можно скорее не начнется школа, то мы уже дойдем до алгебры. А я теперь тоже сижу дома, потому что университет нас выгнал. Всех. Ну, пока не на совсем, надеюсь, господи богу. Я очень надеюсь, что не на совсем. Нас выгнали из помещений, из кампуса. Сказали, сидите дома и проводите лекции, опять же, дома. Да. Я намерена проводить лекции по Зуму, вот прямо здесь, да. Меня немножко волнует тот вопрос, как студенты вообще будут подключаться к этому, потому что у многих есть только мобильный интернет, там ограниченный трафик. Я так чувствую, что это будет очень большая проблема. Но, слава богу, это уже не моя проблема, это уже проблема всех. То есть, скажем так, это проблема администрации нашего университета. Посмотрим, как они с ней будут справляться. Что у нас еще интересного? На самом деле, пока нас еще не отправили на карантин, мы распихивали студентов по группам языка, и мне удалось посмотреть списки студентов. Ну, понятное дело, только имена. Я заметила одну очень интересную штуку. Дело в том, что сейчас, по всей видимости, выросли дети фанатов Матрицы, потому что довольно популярным стало имя Нео. Да, я смотрела даже не все факультеты, но из тех, что я смотрела, так где-то 4 или 5 было конкретно Нео. Самый интересный вариант был... Ну, написаний там много всяких разных, но самое интересное, мне понравилось, это иероглиф Шин новый. Ну, он же от Ращи, если японское чтение. И обычно оно так и должно читаться, Шин. Но в этот раз оно читается Нео. Чтение прописано Нео. Вообще, это очень удобно, что в японском языке иероглифы канчи – это первично, а чтение уже вторично, потому что если тебе не нравится чтение, его можно поменять. И, например, в потомственных священнических семьях, буддийских священников, есть такая фишка, что ребенку при рождении дается имя, просто вот два иероглифа, и они читаются сначала японским чтением, а потом, когда он, соответственно, вырастет и пострижется в монахинь, просто эти же самые два иероглифа будут читаться китайским чтением. Получится нормальное монашеское имя. Вот такая вот интересная штука. И на самом деле не только священники, понятное дело, этим пользуются. Я знаю нескольких людей, которые в силу разных обстоятельств меняли именно чтение своего имени. Так что этот несчастный Нео, если ему вдруг надоест когда-нибудь быть Нео, может стать просто Шин. Более-менее такое распространенное японское имя. Вот. Как у нас вообще ситуация? Вообще, с одной стороны, у нас самоизоляция, но, ну да, у нас закрыты некоторые заведения, закрыты рестораны, рестораны в основном переходят на тейкаут, но не сказать, что вот прям все закрыты. Они скорее даже те, которые вроде как переходят на тейкаут, они больше этот тейкаут продвигают. Но если ты хочешь зайти и посидеть, пожалуйста. В магазинах толпы людей. Люди сидят дома, им скучно, и такое ощущение, что они просто за любой мелочью ходят в магазин. Когда не придешь, всегда очередь. Раньше такого не было. У нас аншлаг на речке. Вот у нас есть променад на речке. И вот сейчас такое ощущение, что Пол Сандае вспомнил о том, что надо же бегать по утрам, в обед, по вечерам. И вот куча спортсменов бегают. Там же, соответственно, тусуются дети, которым уже просто надоело дома сидеть. Там же сегодня какой-то футбол проходил. Да, то есть студенты, не студенты, не знаю, кто это был. В общем, играли в футбол. Мы тоже с Евкой выбирались сегодня. В общем, народу просто надоедает сидеть дома. Я их очень хорошо понимаю, потому что у нас, например, очень маленькая квартирка, и нам действительно тоже тяжело. Просто не хватает места. У нас уже дочь даже заявила, что если у нас есть комнатка тишины, то есть вот этот вот мой кабинет импровизированный, то она тоже будет иногда им пользоваться и уходить сюда, чтобы отдохнуть от нас. Но на самом деле я не думаю, что я буду ей позволять, потому что это единственное место, где я могу нормально работать. Что у нас будет с роликами? Мы очень надеемся, что выпускать мы их будем вовремя. С одной стороны, конечно, записываться стало сложнее, но все-таки ванна. Но с другой стороны, мы сидим дома, и почему бы не записать ролик? У меня вот уже есть идея записать ролики в School Story про мои фейлы. Можно еще какие-нибудь темы. Кстати, предлагайте свои темы в комментариях, чего бы нет. Я могу ответить на какие-то вопросы, я могу поговорить о чем-нибудь из своего исследовательского опыта, из своего опыта практика буддиста. Пожалуйста, пожалуйста, задавайте вопросы. И будем весело проводить этот карантин вместе. Желаю вам всем удачи. Расскажите заодно, как там у вас. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова